Отпуск выборам не помеха. Проявить свою гражданскую позицию можно даже в отъезде. Для этого работает система мобильный избиратель. Если в дни голосования 17, 18 и 19 сентября избиратель не сможет прибыть в помещение своего избирательного участка для голосования, то он вправе подать заявление и проголосовать на том избирательном участке, на котором ему удобно. Со 2 августа по 13 сентября заявление можно подать в любую территориальную избирательную комиссию. Своим правом воспользовалась Юлия Сидорова. Она подала заявление в Губкинском территориальном избиркоме. Процедура простая. Нужен только паспорт. Я прописана по городу Ноябрьска. В проведении предвыборной кампании я буду находиться на территории города Губкинске. И хотела бы проголосовать именно в этом городе. На сайте избирательной комиссии увидела представленную ими информацию, что избиратель, проживающий не на территории города Губкинска, но не имеющий постоянной регистрации, он может проголосовать в любом городе нашей страны. Заявления также принимаются дистанционно через портал Госуслуг, а еще в МФЦ. МФЦ в очередной раз обеспечивает прием от граждан заявлений о включении их в списки избирателей по месту их фактического нахождения, если оно не совпадает с местом их регистрации по месту жительства, либо с их регистрацией по месту пребывания. Значит, начали приемы этих заявлений со 2 августа. Прекратим прием этих заявлений 13 сентября. Заявления принимаются для участия в голосовании выборов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, а также выборы депутатов Тюменской областной думы. Голосовать за депутатов Государственной Думы ямальцы смогут на любом участке страны. А вот принять участие в выборах Тюменской областной думы 7-го созыва можно только на территории Ямала, Ханты-Мансийского автономного округа или Тюменской области. Поэтому Евгения Огородникова в отпуске сможет отдать голос только в выборах федерального значения. Мы собираемся посмотреть Дагестан в этом году. Это новый для нас регион. Поэтому в день голосования будем находиться в Махачкале. Это очень удобно, что можно проявить свою гражданскую активность в зависимости от того, в каком субъекте страны ты находишься в данный момент. Заявление можно подать только один раз. Если обстоятельства изменятся, его можно аннулировать. Телефоны для справок 3-52-70 и 3-98-50. Зинаида Исаева, Диана Урмантаева, Михаил Марков. Новости Губкинского.